С позволения Аллаха перед началом хочу сделать короткое дуа и услышать Ваш Аминь. В связи с событиями, которые сейчас происходят на Ближнем Востоке, в частности в Сирии, молим Аллаха, чтобы Он искоренил корень этого нечестия, этой опухоли в теле исламской общины, ваххабизма, такфиризма и уничтожил в исламской умме всех пособников врагов ислама и положил конец сионистскому режиму и влиянию врагов среди мусульман. И, конечно же, даровал силу, могущество, стойкость и выдержку воинам своим, которые сражаются на его пути, и их союзникам, в том числе и воздушным войскам России, которые сражаются в Сирии, пусть дарует им точность в уничтожении этих пособников сионистов. Как вы знаете, на протяжении многих дней мы говорим о милости Всевышнего, дарованного им, своим рабам, о даре Всевышнего, коем является его руководство, божественное руководство в лице ахля-ль-бейт, непорочного потомства, его святлости посланник Аллаха, саллаллаху алейхи и алейхи вассалям. И если вы помните, мы в начале, в первые дни говорили о том, что в самом начале этих обсуждений подчеркнули, что для понимания положения, для положения ее святлости, фатима тузахра, саллаху алейхи алейхи, для познания ее высочайшего положения, в первую очередь необходимо осознать, понять и обсудить ценность и значимость ахля-ль-бейт, ценность и значимость божественного руководства. И только после того, как мы познаем ахля-ль-бейт, их значимость для нас, их роль для нас, и в том числе свою ответственность перед ними, только тогда мы можем говорить о положении и возвышенном значении ее святлости, фатима тузахра, саллаху алейхи алейхи. Мы можем говорить о ее духовных и божественных качествах. Итак, мы довольно-таки достаточно времени уделили этому вопросу. Ни один вечер уделили тому, чтобы познать. Конечно же, этих обсуждений, этих вечеров недостаточно, чтобы в полной мере познать положение ахля-ль-бейт, их значимость. И в особенности у меня в этой связи огромное чувство неуверенности присутствует. Возможно, в речи это чувствуется, когда я говорю о том, насколько возвышенным положением для верующих обладает ахля-ль-бейт. У меня это чувство неуверенности, чувство беспомощности в том, чтобы всю эту возвышенность в полной мере донести, всегда она у меня присутствует. И это на самом деле так. Ни один человек, ни один оратор, ни одна речь, ни одно перо не способно донести и раскрыть истинное положение, возвышенное положение ахля-ль-бейт, алейхим сау-твесау. Но так или иначе, в меру своих возможностей, в рамках своих способностей, мы постарались их значимость донести, объяснить, в том числе донести, каким образом то, каким образом те средства и способы, посредством которых мы можем воспользоваться этим даром, этой милостью Всевышнего, оказанной им своим творением. И, иншаллах, в течение тех дней, которые у нас остались, из траурных дней, посвященных Ее святлости, Фатима Тузахра, саламу ла алейхим, мы постараемся раскрыть положение Ее святлости и донести аяты Священного Корана и предания, которые посвящены этому вопросу. В первую очередь, на что я хотел бы обратить внимание, это на правильное и ошибочное восприятие истории и исторических личностей. Надеюсь, что не придется на это много времени тратить. Постараюсь, по крайней мере, очень коротко коснуться этого вопроса, чтобы не затягивать тему самой Фатимы, поэтому у меня просьба к вам, чтобы вы были максимально внимательны к этим обсуждениям, чтобы нам не пришлось много времени на это потратить и долго это обсуждать. Правильное отношение к истории и исторической личности и ошибочное отношение к истории и к историческим личностям. Тот подход, который мы наблюдаем в академической истории, в учебниках, в академических исследованиях, академических книгах, в факультетах, в исторических факультетах, в которых исследуется история, мы обнаруживаем, что весь подход и вся методология, историческая методология, она основана на на подходе, который можно озвучить как материалистический подход. Что из себя представляет эта методология, что этот подход из себя представляет? Заключается он в том, что фактором, влияющим на историю и человеческую историю, что фактором, который решает исторический ход человечества, человеческой истории, который влияет на её ход, является исключительно материя и то, что связано с материей. Это передвижение войск, это смена одних правителей и другими правителями, это движение, это сражение и так далее. То, к чему мы с вами, к сожалению, привыкли, изучая в школе или в институте, или самостоятельно изучая книги по истории. И, к сожалению, этот подход и это отношение материалистическое, материалистическое отношение к истории, к историческим личностям, к восприятию и осознанию истории, оно перекочевало и в нашу литературу, и в наш язык, и в наше восприятие, восприятие мусульман. Хотя, если мы обратим внимание на исламское учение, на аяты священного Корана и на предания, то мы обратим внимание, что подход у Корана совершенно другой, не такой, как у академической истории. Например, обратите внимание, простой пример для того, чтобы это понять. Когда мы изучаем книги по истории, мы видим, что особая роль в истории человечества приписывается одним явлением, одним личностям, а когда мы изучаем священный Коран, то мы видим, что особая роль уделяется совершенно другим личностям и другим событиям, и другим процессам. И что Всевышний акцентирует внимание совершенно на других вещах, на других факторах. Ибо, как вы все прекрасно знаете, в священном Коране рассказывается, в том числе истории предыдущих поколений человечества, предшествовавших его свялости пророку Мухаммаду, саллаллаху в алейхи в алейхи в алейхи в ассалям, предшествовавших исламское общение, но при этом, рассказывая об этом, Всевышний не акцентирует внимание на том, что произошло то или иное сражение, что в этом сражении победил тот или иной правитель, король, царь и так далее. Всевышний акцентирует на духовных аспектах этих историй. Весь акцент восприятия истории и осознания истории в священном Коране перенесён и перемещён на осознание того, что те или иные личности были преданы Всевышнему, те или иные личности уповали на Всевышнего, те или иные личности уверовали Всевышнего и были рабами Всевышнего, а другие были неверующими, неблагодарными, возгордившимися материалистами. То есть это акцент, исторический акцент на духовности, не на физических действиях. Как будто бы история, академическая история, она является чем-то подобным на физику. Точно так же, как физика изучает взаимодействие тел, как будто бы академическая история тоже акцентировала внимание на том, чтобы изучить взаимодействие тел, абсолютно исключая фактор духа и духовности. Но при этом Священный Коран акцентирует внимание именно на этом, акцентирует внимание на духе и на духовности, на убеждениях, на намерениях людей, и указывает на то, что именно это является решающим фактором в судьбе народов и в судьбе человечества, и что тельные исторические повороты являются следствием духовности человечества, следствием духовности того или иного народа. Успехом, причиной и секретом успеха того или иного народа, того или иного общества является духовность, приверженность к духовным и возвышенным ценностям. Точно так же, как и гибель тех или иных народов, тех или иных обществ, являются следствием нечестия, греха и морально-духовного падения. Поэтому необходимо на это обратить внимание и пересмотреть свой подход к методологии, свой подход к осознанию и восприятию истории и роли тех или иных людей, тех или иных обществ, тех или иных личностей в истории человечества. Необходимо это свое восприятие пересмотреть и привести, соответственно, в соответствие, синхронизировать это свое восприятие с восприятием, с подходом, который провозглашен в Священном Коране. И это духовность, то есть это акцент на духовности, что духовность намного важнее и намного больше влияет, чем что-либо другое. И это, кстати, мы и наблюдаем и на сегодняшний день, что когда наши лидеры, духовные лидеры, говорят о том, что Израиль, сионистский режим обречен на крах и провал, то с точки зрения академической истории, потому что история — это не только рассказы о прошлом, это еще и осознание этого прошлого и своего рода модуляция этого прошлого с настоящим, для того, чтобы оценить те процессы, которые идут на сегодняшний день, здесь и сейчас. С точки зрения академической истории, Израиль — это могущественная страна, которая обречена на успех, на победу. Потому что если мы оценим ее физические, военные возможности, они несопоставимо велики по сравнению с теми возможностями, которые имеются у сопротивления. Сопротивление с точки зрения разведки, с точки зрения информационно-технических возможностей, с точки зрения военных возможностей очень сильно отстает от Израиля. К слову, покровителем которого является самая могущественная и передовая цивилизация за всю историю человечества, западная цивилизация. Со своими эсминцами, авианосцами, с истребителями, с невероятными бомбами, которые способны проникать вглубь земли, не просто разрушать наземные, надземные объекты, но и способны разрушать подземные объекты, ухищренные виды оружия, которые были невообразимы в прошлые времена, это достижение, это то, чем владеет современная западная цивилизация, которая всеми своими силами, всеми своими возможностями встала покровительством над сионистским режимом, над Израилем. Но почему же тогда наши лидеры, и этот анализ, который озвучивают наши лидеры, он недоступен всем остальным. Все остальные этого понимания не имеют, такого подхода к восприятию современных событий не имеют. Они говорят, да, имея вот эти разведывательные, информационные и военные возможности, которыми обладает Израиль, победа им обеспечена. А сопротивление, у которого даже нет своей авиации, у исламского сопротивления в Ливане, например, нет никакой авиации. И ракеты, которые они выпускают, намного дешевле тех ракет, которыми обладают намного проще, примитивнее и дешевле, чем те ракеты, которыми обладает Израиль. Но при этом наши лидеры говорят, что победа неизбежна, что победа непременно за нами. И в том числе в событиях, которые на днях вчера, сегодня, позавчера происходят в Сирии, наши лидеры также говорят, что победа за нами. Сегодня террористы, такферисты, они захватили больше территории, чем они сумели захватить в начале десятых годов. Я сейчас точно не вспомню, какие это годы были. Двенадцатые, тринадцатые, четырнадцатые, вот в этих годах, те территории, которые они захватили и сумели захватить в те годы, они были меньше, чем те территории, которые они на протяжении вот этих нескольких дней сумели захватить. В то время Башар Асад попытался покинуть, покинуть Сирию. Ему сказали, что никуда не нужно уходить, нужно остаться на месте, и победа будет за нами. Он поверил в этот анализ и остался. И сегодня ему Сейд Али Хамни отправил то же самое послание, что непременно победа будет за нами. Откуда этот анализ? На чем основан этот анализ? Потому что технически и с точки зрения военной мощи, информационной мощи, потому что за этими террористами стоят те же самые сионисты, стоит тот же самый Запад в лице Соединенных Штатов Америки и его вассалов в Европе. Откуда этот анализ? Этот анализ основан именно на этом восприятии, на этом понимании истории, что в решающих событиях, событиях, которые решают дальнейшую судьбу человечества, играет не физическая составляющая, а духовная составляющая. Дух есть то, что решает. Дух играет главенствующую роль. И на этом основании мы говорим, что Дух, который есть сегодня у сопротивления, духовное состояние, мотивированность, намерение, которое сейчас наличествует у сопротивления, оно абсолютно неравнозначно той мотивированности, тому духовному состоянию, которое есть у сионистов и их пособников, такфиристов. Они слабые с точки зрения Духа, они намного слабее. И мы это отчетливо наблюдаем, в том числе в сионистском режиме, где начинается паника, страх, стресс, начинается депрессия. Просто почитайте новости, сколько людей там лечатся от депрессии вследствие вот этой войны, которая длится год. Хотя те физические трудности и испытания, лишения, которые они испытывают, они абсолютно несоразмерны с тем, что мы видим в Газе, где люди выходят и говорят, что мы не оставим сопротивления, мы будем продолжать сопротивляться. Дух в Газе, он крепок, несмотря на ту ужаснейшую катастрофу, с которой Газа сталкивается в течение вот этого года. Истребление, геноцид, этнические чистки. Около более 40 тысяч человек, в том числе женщин и детей, просто убито. Не говоря уже о инвалидах, людях, которые лишились рук, ног, глаз, которых сотни тысяч. И это еще не считая тех людей, которые пропали, которые не были учтены, потому что вы понимаете, что инфраструктура и службы, гуманитарные службы, еще медицинские службы, они парализованы в секторе Газа. И реальное число, реальная статистика жертв и масштабы этой катастрофы, они будут известны еще не скоро. Несмотря на вот эту вот все поглощающую катастрофу, которая царит сегодня Газа, полностью уничтожена, которая царит сегодня в Газе, дух там крепок. И в отличие от Израиля, где мы видим, что несмотря на то, что сионисты немного пережили за этот год, но мы видим, что огромная статистика, еще многое скрывается, но то, что мы видим, что тысячи людей покидают, тысячи людей уже отправились в другие страны получать второе гражданство. На всякий случай вдруг ситуация обострится. Не готовы они защищать, не готовы они сражаться за эту землю. Они пришли туда ради покоя, ради комфорта. Как только малейшей доли, в малейшей степени этот комфорт, это спокойствие будет у них отнято, они тут же покинут. И поэтому с этим расчетом, с этим пониманием, с этой оценкой ситуации, с оценкой ситуации, которая царит, дух, который царит сегодня в сопротивлении, наши лидеры с уверенностью говорят, что победа неизбежна. Мы непременно победим, если будем продолжать проявлять стойкость и сопротивляться. Этот анализ абсолютно не входит в рамки и никак не может быть оправдан теми расчетами, на которых основывается академическая история. Когда мы оцениваем одних, которые, например, сектор газа, ракеты которых абсолютно редко, какая ракета, уже сейчас они вообще не выпускают ракеты, но те ракеты, которые у них были, которые они выпускали, как правило, сбивались над сионистским режимом, стоили они, были примитивными, дешевыми, в отличие от того оружия, которым обладает Израиль, истребители, которые сравняли с землей весь сектор газа. Так или иначе, не будем затягивать этот вопрос уже, и так затянули. Критерии, которым мы оцениваем историю, исторические события, исторические личности, это дух. И Священный Коран акцентирует внимание именно на этом, обращает наше внимание именно на это, переносит акцент внимания именно на это, на дух. И оценивая, и пытаясь осознать личность Фатимы, саламулла алейха, помимо того, что нам необходимо осознать величие и значимость божественного дара, коим является божественное руководство, нам также необходимо правильный подход выработать по отношению к истории, к истории человечества и роли тех или иных личностей в этой истории. И в этом подходе, в этом божественном, кораническом подходе главную роль в истории человечества играют пророки, посланники и их наместники. Решающую роль в истории человечества играет божественное руководство, коим является Ахл-Аль-Бейт в том числе. Но этого подхода, естественно, мы не видим в академической истории. Там Наполеоны, Гитлеры, Цезари и так далее. Хасровы, они играют основной роль в истории. Их войско играет основной роль в истории. Им роль пророков, влияние пророков, которые являются самыми возвышенными духом и духовностью людьми, их роль, она не учитывается в этой академической истории, в этом академическом подходе. Итак, давайте обратимся к словам Всевышнего. Беря вооружение этот подход, это божественное отношение к истории и к личностям, давайте обратимся к аятам Священного Корана. В суре Нур, 24-й суре Священного Корана, с которым мы ранее уже знакомились, уже знакомы с этими аятами Священного Корана Всевышний говорит о Своем свете, говорит Аллаху что Аллах является светом небес и земли. Аллах светом небес и земли. Масалу нурихи ка мешкат, ка мешкатин фи ха миспах. Всевышний говорит, его свет подобен мешкату. Мешкат, что такое мешкат? Мешкат это такое место в доме, в стене дома, которое специально сделано для того, чтобы ставить туда светильник. То есть раньше не было этих электрических ламп в старые времена. И, естественно, когда люди строили дом, они учитывали, что нужно куда-то светильник ставить. И они, как правило, делали некую проемку, некое такое углубление в стене, куда они ставили этот светильник, который должен был освещать комнату. Это мешкат, это называется мешкат. То есть своего рода мешкат это хранилище для светильника. Хранилище для светильника. Всевышний говорит, его свет подобен мешкату, мешкату, в котором находится светильник. А этот светильник находится в стекле. То есть он, как обычный светильник, он находится в стекле. Аз-зуджадяту кианнаха каукабун дурриюн. И говорит, что это стекло подобно жемчужиной звезде. Жемчужная звезда. Нечто очень яркое, сияющее, чистое. Что это стекло нечто очень чистое, и при этом яркое, сияющее. то есть кианнаха каукабун дурриюн. То есть жемчужная звезда. Подобно это стекло, подобно жемчужиной звезде. Югаду мин шаджарат ин бааракят ин зайтун а тин ла шаргия ва ла гарбия. Всевышний говорит, возгорается этот светильник от благословенного дерева, от благословенного оливкового дерева, которое является ни западным, ни восточным. Это дерево не восточное и не западное. Всевышний говорит, возгорается масло, из масла же делали раньше эти светильники, что возгорается это масло даже тогда, когда как будто бы огонь не касается еще этого масла, то есть готов возгораться даже тогда, когда огонь еще не коснулся этого масла, еще не соприкоснулся с этим маслом, как будто бы подносишь огонь, но он возгорается еще до того, как ты соприкоснулся, до того, как этот огонь соприкоснулся с этим маслом, с этим светильником, то есть настолько свойством возгораться и воссиять. Обладает таким свойством воссиять. Нурун аля нур. Свет над светом, говорит Всевышний. Нурун аля нур, яхдилляху линуре гиманьяша. Что Всевышний наставляет к своему свету того, кого пожелает. Что это? Пример. Всевышний приводит для людей примеры. Это всего лишь пример. Речь не идет о дереве, которое имеет лепестки, имеет ответвление, корень. Те деревья, которые приносят, например, плоды, например, яблоня. Что это? Пример. Пример света Аллаха. Это пример света Аллаха. И в разъяснении, если вы пытаетесь понять толкование данного аята Священного Корана в толкованиях последователей сакфы, то вы обнаружите, что они беспомощны в понимании, в разъяснении и во внятном донесении того, о чем Всевышний говорит в этом аяте Священного Корана. Но они порочно и разъяснили нам, донесли до нас истинный смысл данного аята Священного Корана. Мы отчасти с этим аятом уже ознакомились, уже знаем примерно, о чем идет речь. Но давайте с некоторыми деталями ознакомимся. Всевышний говорит, что он является светом небес и земли, и его свет подобен этому мешкату, в котором находится светильник, и мешкат, который является хранилищем этого светильника, в котором заключен свет Аллаха, из которого источается свет Аллаха, исходит свет Аллаха. Что этот светильник находится, хранится в мешкате. И имам говорит, что под мешкатом подразумевается ее светлость Фатимету. Захра, саламу Аллаху алиха. А светильником является божественное руководство, заключенное в Ахляль-Бейт. Что имам является этим самым светильником, который источает свет Аллаха, тем источником света, света Аллаха, тем самым единственным источником света Аллаха, которым человек и рабы Всевышнего могут воспользоваться. Здесь, я уже сегодня не успею коснуться некоторых других деталей этого аята. Мы, иншаллах, в будущем коснемся. Но в конце аята Всевышний говорит, что «Нурун аля нур». Имам говорит, свет над светом. Имам говорит, речь идет об имамах. Один имам после другого имама. Каждый из этих имамов представляет из себя имам, представляет из себя свет Аллаха, заточает и заключает в себе свет Аллаха, источает этот свет. и Всевышний говорит «Яхди лляху линурихи маньяша», что Аллах наставляет к своему свету того, кого пожелает. И имам говорит, что наставляет к своему имаму того, кого пожелает. Наставляет к своему свету, то есть наставляет к своему руководству, к своему имаму наставляет того, кого пожелает. И далее уже те аяты, которые мы неоднократно повторяли, что этот свет что этот свет находится в домах в которых Всевышний разрешил возвыситься и в которых упоминается имя Аллаха и понимание этого аята, что это дома пророков и посланников, наивысшим наивозвышнейшим из этих домов является дом Фатимы потому что Джалаладдин Суюти например, это и в наших источниках и в их источниках Джалаладдин Суюти у него есть вообще история с Джалаладдином Суюти немножко такая обидная на самом деле, потому что он написал толкование Священного Корана основанное на преданиях и хадисах потом его попросили сократить это толкование и он сократил но сократил он только цепочки передатчиков пути передачи хадисов ну это раньше такая практика была для того, чтобы сокращать чтобы книга была менее объемной чтобы она была лаконичной и к сожалению его объемная которая заключала в себе пути передачи толкования толкование утеряно до нас она не дошла к сожалению но дошел тот экземпляр в котором эти пути пути передачи удалены и в толковании данного аята Джалаладдин Сути в своей книге Дурруль Мансур приводит что Абу Бакр спросил у его святлой спасанника Аллаха о каких домах идет речь в каких домах свет Аллаха заключен в каких домах этот свет находится и что это за дома которым разрешено возвыситься и в которых поминается имя Аллаха как мы говорили поминается имя Аллаха и поминается Аллах только в этих домах во всех остальных домах Бог предан забвению и поклонение происходит Иблису поклонение происходит своим вожделением Всевышний говорит обращаясь к его святлости говорит разве ты не видел того кто того кто взял свои желания свои вожделения своим божеством и поклоняется этим своим желаниям во всех остальных домах поклонение происходит не Богу во всех остальных домах поклонение происходит своим желанием своему нафсу Иблису и поминается Всевышний и поклонение Всевышним происходит исключительно в этом доме в доме Фатимы Саламу Ла Алига Абубахшир говорит что это за дома которые обладают этой особенностью Пророк говорит это дома пророков и посланников и я не знаю по какой-то странной причине Абубахшир указывает на дом Фатимы говорит это дом из числа этих домов он говорит наам баль афаадилуга посланник говорит да он не просто один из этих домов более того дом Фатимы Саламу Ла Алига один из лучших и возвышенных и самых достойных из этих домов баль афаадилуга поэтому этот свет заключен в доме Фатимы Саламу Ла Алига и Фатима является хранилищем мешкатом этой светочи этого миспага но так как у нас уже время сегодня закончилось иншаллах с позволения Аллаха мы этот вопрос постараемся еще больше раскрыть в следующие вечера